Всем здорово! Небольшие новости вчера вечером появились, ну днём даже, фотографии нового набора Ford Raptor. Набор, который мы не видели до этого, мы видели уже вот, плывает у меня здесь Mercedes и эвакуатор, ещё выйдет Caterpillar Bulldozer, но фотка по нему как бы есть, но она такая, типа, её пока нельзя выкладывать. В принципе, я тоже не знаю, можно ли выкладывать или нет. Ford Raptor, модель достаточно простая, в ней чуть меньше 1400 деталей, то есть она формата Ferrari, недавно вышедшей Porsche, но при этом это серия 18+, но никакой коробки передач, точно не надейтесь. Детализация а-ля примерно Dodge Charger, который выходил не так давно, хотя он был не 18+, а обычный. Вот, но тут есть множество крутых деталей, в принципе, очень свежо, что для серии выходит, наконец, не Supercar, а не Hypercar, типа, это гоночная машина, а именно рядовой автомобиль, который можно купить. В принципе, был до этого Land Rover Defender, но он, конечно, был немножко сложнее. Вот, здесь нас ждут новые детали и некоторые элементы, которые уже выходили. Например, вот эти вот замечательные колеса 75 мм, здесь их 4 штучки, такие же были в наборе дистанционно управляемой багги. И детали в новых цветах, арочки, как в Porsche, вот такие вот. При этом к ним будет, а не в оранжевом будет цвете, к ним будут надеваться вот такие вот расширители. В Ferrari их было 2 красных, теперь их, в основном, будет 4 черных, то есть абсолютно универсальный набор с расширением. Конечно, оранжевый цвет, может, кому-то уже надоел, но набор того, что много, то есть очень много моделей, можно собрать, полный перечень деталей есть. Потому что у нас также добавляются вот такие вот маленькие прямые панельки в оранжевом цвете, до этого их не было, как минимум 4 штучки в наборе есть. Наконец-то, вот такие вот длинные скошенные панели, 2 штуки точно есть, ну, скорее всего, только 2 и будет, вот на капоте, потому что в оранжевом цвете их почему-то не было. И такая вот микропанель, возможно, она будет всего одна, вот так вот продолжение микропанелей, оранжевая она на капоте, на кромочке, тут вот у нас присутствует. Помимо этого, здесь также у нас есть вот такие вот штучки в темно-сером цвете, в темно-сером, по-моему, их нет, я помню, только черные есть и вот такие вот желтые, возможно, какие-то еще есть, я не помню. По крыше, по дизайну еще интересный момент мне понравился, вот таким вот, скорее всего, скосом выполнено, здесь вот черная средняя стойка и задняя. Вообще, в модели также явно открываются обе двери, это прям видно, потому что они разделены, там вот есть осевая часть какая-то, все в этом плане нормально. Помимо этого, понятно, что передняя панель, это вот такая вот просто деталь, на которую налепили наклейку, но в Charger было то же самое, в принципе, против ничего не имею. Фары-наклейки тоже, на самом деле, при таком количестве деталей, вообще удивительно, что модель настолько огромная, то есть она где-то примерно реально вот такая вот будет. И еще, конечно, минус, вот эти 75-е колеса, конечно, понятно, 8 штук иметь клево, но у нас есть вот такие вот 68-е колеса, которые были только в Batmobile до сих пор и почему-то нигде их больше нету. Здесь бы, мне кажется, они смотрелись прекрасно, потому что вот в этих вот больших арках, конечно, вот эти колеса смотрятся хорошо, но эти смотрелись бы ничуть не хуже, я считаю, вполне себе неплохо. По детализации, понятно, модель будет простенькая, подвеска спереди независимая, сзади мост, вот там есть такой отцвет, можно, в принципе, различить, что действительно сзади мост, оригинал тоже мост. Вот, я очень надеюсь, что привод у модели будет все-таки полный, потому что деталей реально катастрофически мало, то есть задний привод 100% будет, явно будет двигатель, какой там сейчас Ford ставит, вот V6 EcoBoost, что-то в этом духе наверняка. Тоже будет, я думаю, не с большими цилиндрами, а с маленькими, это будет, наверное, логично, хотя может и с большими сделать, фиг узнает. И очень надеюсь, что будет в том числе и передний привод, то есть, ну, полная независимая трансмиссия, это было бы очень-очень круто. Вот такой вот сливчик, помимо этого, прошлое видео посмотрите, что-то очень мало просмотров, ссылочку внизу оставляю, вообще перейдите на канал, подпишитесь на него. Когда будет официальное фото всех наборов, обязательно тоже их разберем, все новые детали, все функции, то да сё, всё будет клёво, обязательно на них все набудут обзоры, это я вам гарантирую. А на этом всего хорошего вам, пока!